Объявлением «Обслуживаем только в защитной маске» уже никого не удивишь. А вот ее отсутствием или несоблюдением защитного режима насторожишь надзорное ведомство. Роспотребнадзор не дремлет, его сотрудники вновь обходят торговые залы. Каждые два часа мы проводим влажную уборку, все поверхности обрабатываются десредством. У входа стоит десредство, корзины для продуктов, прилавки и витрины, заверяют сотрудники магазина, обрабатывают антисептиком каждые два часа. Сами работники в защитных масках, да и покупателей без них мы не увидели. Многие считают, что это глупо, боятся вируса, боятся, что ты заболеешь. Я думаю, что глупо в первую очередь пренебрегать своим здоровьем. Конечно, надоело. Надоело, но все равно люди понимают, что это надо. В Роспотребнадзоре отмечают, что и сами покупатели могут присматривать за нарушителями. Мы смотрим, есть ли наличие антисептического средства. Соответственно, заходить я могу только в маске, для того, чтобы обеспечить себя и других покупателей. Ну и смотрим, естественно, на чистоту. Если покупатель видит, что грязные корзинки, он всегда может сделать замечание, написать в книгу отзывов, предложений, либо обратиться в Роспотребнадзор. А это другой магазин. Находится всего в двухстах метрах от прежнего. Сюда сотрудники надзорного ведомства заходить не стали, зато посетили мы. Ну я забыла, к сожалению, сегодня маску дома. Вообще, я работаю всегда в маске и хожу в магазины тоже в маске. А здесь в магазине на входе не увидели одноразовую, может быть? Нет. Сразу прошла и без маски. Вы одеваете маску в магазине или только на кассе? Я здесь. Смогу, нет. Одноразовых масок для забывчивых покупателей не увидели. Обратились к сотрудникам магазина, который, к слову, покупателей масками обеспечивать не обязан только своих сотрудников. Но для сохранения потока и прибыли предприниматели идут навстречу людям. Все соблюдаем. И масочный режим покупателям рекомендую. А у покупателей, у которых не оказалось с собой маски, и у вас в магазине, я смотрю, их нет, как быть, их не обслужат? Ну, если, почему обслужим, у нас есть одноразовые масочки. Маски есть, но вопрос в том, какого они качества. То есть могут ли эффективно защитить от вируса. Второй момент – не у входа в торговый зал, а возле кассы. Отсюда и разгуливающие по магазину забывчивые покупатели, которые средства защиты просто не видят. Однако людей без них все же единицы. Пакости не делаешь без масок настижать. Я считаю, что это даже необходимо. А часто замечаете людей, которые без масок и игнорированы? Особенно в транспорте сядешь, рядом сидит кто-то, уши так и сядут, а ему плевать на все, на себя и на других. Кстати, ежедневные ревизии планируют проводить и дальше. Причем коснутся они не только торговых точек, но и предприятий общепита, транспорта и других сфер. Мария Микшута, Николай Шулко. День с толком.